В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О будущем юнормии в нашем городе. На заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию обсудили проблемы развития юнормейского движения. Смертельное заболевание. Как уберечь домашних животных от бешенства. Юбилейная дата. Детский сад Лесная сказка относил 30-летие со дня образования. Далее расскажем обо всем подробно. А что с юнормией? Есть ли в нашем городе отряды Всероссийского военно-патриотического движения? На первом в этом году заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию обсуждение этого вопроса вызвало жаркие споры. За создание штаба чиновники взялись с нескольких сторон. Но по факту дело с места не сдвинулось. Вызвать интерес у подрастающего поколения географии и истории России, ее героям, выдающимся ученым и полководцам. Это одна из задач патриотического движения «Юнормия», которая функционирует в рамках российского движения школьников. Идея создания организации связана с ростом количества военно-патриотических объединений, которые «Юнормия» должна систематизировать. О том, как обстоят дела с созданием юноармейских отрядов в нашем городе, рассказал Павел Наваев. На Координационном совете, то есть от общественной организации ветеранов поступило предложение о создании «Юнормейского движения» на территории города Сарова. Это был 2016 год. Мы предложили эту идею. На что нам ответили, что все у нас хорошо, то есть «Юнормия» у нас создана, отряды работают, то есть все. Прошло два года, ничего с тех пор не изменилось. И на сегодняшний день у нас нет ни одного члена «Юнормейского отряда». Специалисты Департамента по делам молодежи и спорта отметили, что активная работа по формированию отрядов началась год назад. И в школах «Юнормия» существует как составная часть РДШ. Но, как выяснилось на заседание, штаба этого патриотического движения в городе нет. А документы на создание местного отделения находятся на согласовании в Нижнем Новгороде. Но соглашение о совместной деятельности между главой администрации и председателями регионального отдела «Юнормия» уже подписано. У нас, к сожалению, опять процесс немножко не так пошел. Он перекосился немножко, но надо его подкорректировать. Есть предложение все-таки начать с создания штаба. Между тем, уже 27 апреля будет проходить Единый день «Юнормиев». И в ходе этой акции предполагается торжественно принять в ряды патриотического движения новых участников. Как это будет происходить в нашем городе, пока непонятно. К единому решению участники совещания не пришли. Следующее заседание Координационного совета назначено на 17 апреля. Елена Грецко, Владимир Лисик, Служба новостей, СОРУ-24. Бешенство – это смертельное заболевание, и летальный исход для человека и животного неизбежен. Риск заразиться бешенством существует всегда. Но наиболее опасными периодами считаются осень и весна. О том, как уберечь своих питомцев от заражения, расскажем в следующем репортаже. Два года подряд в СОРУ-24 регистрировали случаи заболевания бешенством и вводили карантин. До сих пор на территории нашего города могут оставаться переносчики этого смертельно опасного заболевания. Чаще всего это лисы. Сейчас у нас весна. Выход молодняка лис из леса снова ближе к людям может привести к тому, что снова может быть зарегистрирована бешенство на территории города СОРУ. Ни в коем случае нельзя допускать контакта своего домашнего животного с лесным зверем, который ведет себя подозрительно. К тому же не нужно оставлять еду диким животным на улице. Не подкармливайте лис, потому что наблюдали случаи, когда люди специально приносят еду и подкармливают диких животных. Районы города, которые примыкают к лесомассиву, не прикармливайте домашних животных, потому что этим вы можете спровоцировать приход из леса диких животных. Единственная верная защита от бешенства – это вакцинация. Привить своего питомца можно бесплатно в государственный ветвь лечебницы СОРУ. Иммунитет против бешенства устанавливается в течение 30 суток, если эта вакцинация первичная. Если это повторная вакцинация, то выдержка такого животного примерно около 10-14 дней. За 10 дней до прививки животное нужно обработать от глистной инвазии с помощью специальных препаратов, которые продаются в любой ветаптеке. Саму прививку животное переносит легко. Сделать ее стоит не только собакам, но и кошкам, особенно если они могут уходить из дома. Телефон для справок 49 200. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРУ в 24. Департамент по делам молодежи и спорта приглашает юных соровчан принять участие в конкурсе рисунков «Я рисую победу». Работы принимаются с 12 по 24 апреля в Клубе здоровья по адресу улица Силкино, дом 10, корпус 1. С 15 до 19 часов. Торжественное подведение итогов состоится 6 мая. Авторов лучших работ ожидают ценные призы. Подробную информацию можно получить по телефону 6-71-81. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Глава администрации СОРУ Алексей Головев проведет прием предпринимателей по проблемным вопросам. Встреча пройдет 17 апреля начала в 11 часов. Предварительно записаться на прием можно по телефону 9-77-70 или в 321 кабинете здания Городской думы и администрации. В центре занятости ждут заявок от предпринимателей, которые готовы трудоустроить подростков в период летних каникул. В бланке необходимо указать наименование предприятия, вид работ, предполагаемую заработную плату и ряд других сведений. Форму заявки можно скачать на официальном сайте Центра поддержки предпринимательства. Более подробную информацию можно получить в 102 кабинете Центра занятости. Он работает по адресу улица Куйбышева, дом 19, дробь 2. 18 апреля в Сарфаты пройдет конференция «Земля Серафима Саровского. Духовные традиции русского театра». Начало в 14 часов. На конференции с докладами выступят известные городские деятели культуры, представители православного сообщества и органов местного самоуправления. Встреча пройдет в актовом зале первого корпуса. Весенняя неделя добра – ежегодная акция, которая проводится в нашей стране. В эти дни различные учреждения и организации проводят социально значимые благотворительные мероприятия. Приоритетным направлением весенняя неделя добра станет молодежное добровольчество и проекты, посвященные заботе о ветеранах войны. О том, как присоединиться к акции, расскажем далее. Главная задача, которую ставят перед собой организаторы ежегодной недели добра, стартующей 20 апреля, это сделать родной город чище и светлее. И напомнить жителям, что совершать добрые поступки может каждый. Это не занимает много времени и средств. У каждого дня в неделю добрых дел есть свое название и цель. 20, например, апреля – это день путешествующей улыбки и день донора. 22 апреля – это день, международный день земли, благоустройства, экологии и так далее. То есть там есть день книги, день культуры, день семейного добровольчества, день социального добровольчества. Традиционно в это время по всему городу проходят субботники и творческие мероприятия. При этом каждый желающий может предложить свою альтернативу и реализовать ее при поддержке специалистов департамента по делам молодежи и спорта и неравнодушных граждан. Это, например, акция «My Cup Please». Мы ее запускаем впервые в городе. Очень интересная экологическая акция. Это когда ты приходишь в кофейню города и вместо того, чтобы тебе кофе с собой наливали в бумажный стаканчик, который по факту не особо бумажный, тебя наливали в твою термокружку, термос и так далее. При этом в кофейне, по задумке организаторов, покупатель будет получать небольшую скидку. Присоединиться к неделе добрых дел может любой желающий, вне зависимости от возраста и занятости. Дополнительную информацию обо всех акциях и мероприятиях можно получить у специалистов департамента по делам молодежи и спорта по телефону 671-81. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Детский сад «Лесная сказка» В этом саду номер один она работает с самого его открытия. И все эти годы дарит своим воспитанникам заботу, любовь и знания. Вообще я с детства мечтала работать с детьми. Мне всегда нравилось, я представляла из себя, что я среди детей, они внимательно слушают, я что-то им показываю, учу их чему-то, они это все воспринимают, учатся, развиваются. Первый детский сад посещают дети с нарушениями речи, зрения и познавательной деятельности. Педагоги и медицинские работники делают все, чтобы каждый ребенок полноценно развивался, несмотря на особенности здоровья. Для каждого подбирают индивидуальную программу развития и лечения, основываясь на самых современных методиках. И я постоянно как бы в поисках чего-то нового, что-то современного, потому что на сегодняшний день дети имеют более сложный дефект, скажем так, и уже те методы, которые я 10 лет назад использовала, они уже, можно сказать, не имеют такую эффективность. Своими разработками коллектив детского сада готов делиться со всеми. Авторские методики по коррекционной работе с детьми, созданные здесь, не единожды признавались лучшими на различных конкурсах. Так, например, в 2017 году детский сад признали лучшим коррекционным садом России в номинации «Лучшая образовательная организация, реализующая адаптированные образовательные программы». Любая коррекционная работа – это, конечно, огромный труд наших специалистов, потому что самое главное в своей работе мы считаем то, что ребенок, имеющий особые образовательные потребности, и вообще человек с такими потребностями, самое главное, чтобы он умел постоянно работать над собой. За 30 лет работы детский сад подарил путевки в полноценную жизнь десяткам выпускников. Его воспитанники регулярно участвуют в творческих конкурсах и наравне с другими детьми поступают в общеобразовательные школы. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Школьники города вновь собрались во Дворце детского творчества в рамках проекта «Читаем слух». В этот раз участниками стали ученики четвертых классов, которые прочитали сказки знаменитого уральского писателя Павла Бажова из книги «Малахитовая шкатулка». Подробности далее. В сказах «Огневушка, паскакушка» и «Золотой волос» писатель самобытным языком рассказывает о красоте Урала, о несметных богатствах его недр и могучих и сильных духом мастеровых. Тематика сказов охватывает период от крепостного права до наших дней. Ксения Тугушева из 13-й школы уже не первый раз участвует в литературных чтениях. С выражением и эмоциональными акцентами она прочла отрывок из произведения «Золотой волос». Дальше уйдем, а то хвазится меня, тятенька, живо притянет. Как, спрашивает, притянет, сила отвечает, ему такая дана. Четвероклассники с особым усердием готовились к этому выступлению. Сложные и многогранные сказы Бажова потребовали серьезного внимания к языку и истории уральской земли, ее легенд. Сегодня четвертые классы читали очень сложные тексты, сложные для нашего современного восприятия. Но в большинстве своем ребята поработали над текстами и над смыслами. То есть они осмысленно читали, осознанно. Это очень важный момент. Проект с успехом выполняет свою главную задачу – приобщение школьников к чтению. Благодаря таким встречам они не только открывают для себя произведения классиков, но и получают бесценный опыт про чтение текста перед публикой. Мне понравилось. Я послушала еще, как другие ребята читают. В этом учебном году участники проекта встретились в последний раз. Но уже в сентябре школьники вновь приступят к покорению новых литературных вершин. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите истории тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города на нашем канале в Ютубе и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Федор Романович Мамонов родился в Тульской области, учился в сельской школе, где окончил 4 класса. В 1937 году он был призван в армию, а в 1941-м был назначен красноармейцем 67-го стрелкового полка 2-й дивизии 1-го Белорусского фронта. Всем не нравилось, сколько, наверное, на белом свете живут, слышат, видят. И то им уже не нравится, когда началась война. Не то убьют, не то не убьют, не то довезут, не то не довезут. Все плачут. Там столько было огня. Уже в последние годы красноармеец был демобилизован и прибыл в пожарную охрану города Москвы. После чего по распределению был отправлен Саров, который в то время назывался Шатки-1, где и остался жить по сей день. Его трудовой путь был непростым. В пожарную охрану берут только по-настоящему мужественных людей. Сюда отбирали, знаете как, не особенно попадешь-то. Ни с кем не разговаривай, ни с кем никуда не ходи. Иду на работу. А чего делать, я не знаю. Более 20 лет он прослужил на различных должностях и на пенсию вышел из звания старшины. Федор Романович стал четвертым здравствующим саровчанином, перешагнувшим вековой рубеж. За плечами ветерана большой жизненный опыт и множество наград. Орден славы третьей степени, орден отечественной войны второй степени, медали за отвагу и за освобождение Варшавы. А также одна из самых почетных наград – медаль за взятие Берлина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова